Один день задал тон большинству мероприятий на минувшую неделю. День пожилого человека отмечали в первичных ветеранских организациях, в трудовых коллективах, в социальных службах. Итог празднованию подвели большим приемом главы города, на который были приглашены люди, внесшие значительный вклад в развитие города и района. Здесь каждый человек – творец истории Белореченского района, цвет и гордость города. Более 70 человек – ветераны муниципальной службы, работники сельского хозяйства и промышленных предприятий, железнодорожники, учителя, тосовцы. Разрешите от имени главы Белореченского района Ивана Ивановича Ембрута, от имени главы города Белореченска Юрия Витальевича Песенко от всей души поздравить вас с этим днем. В этом зале собрались люди, которые внесли значительный выдающийся вклад в развитие и нашего города, и нашего района Кубани, и всей России. Так уж сложилось в нашей жизни, что в самых сложных ситуациях, принимая важные для нас решения, мы очень часто обращаемся к людям старшего поколения и всегда получаем дельные советы, основанные на богатом опыте и глубоком знании жизни. Недаром пожилой возраст называют временем мудрости. Каждый из вас, кто здесь находится, прошел столько времени. Многие побывали и на войне, многие труженики тыла, ну и, соответственно, пенсионеры. И в этот день мне бы хотелось вам пожелать всем здоровья, благополучия, семейного счастья. Последнее пожелание председателя района организации ветеранов особенно адресовал мамишу Халилова, который в эти дни отмечал 55-летие супружеской жизни. Для него и всех присутствующих свои лучшие песни исполнили участники казачьего круга городского культурно-развлекательного центра. Людям одного возраста им так понятны и близки эти песни. В этом году День пожилого человека получил еще одно название. Губернатор отметил, что 1 октября на Кубани назвали Днем любви и уважения. И причины этого понятны всем. Это День единства и преемственности поколений. День связи времен, без которой наше общество просто обречено. Пожилые люди – тот фундамент, та сила, на которой основано наше благополучие. Это живые свидетели и творцы нашей истории. Например, Тарас Ваганович Делинян в сельском хозяйстве Белореченского района начал работать еще в 1966 году. Был директором Рязанского плодового совхоза, начальником управления сельского хозяйства, председателем колхоза. Вот мы сейчас встречаемся, и, конечно, это очень радостно, это воодушевляет людей, и они становятся моложе. И мне кажется, что такие мероприятия нужно проводить, может быть, даже не один раз. Со временем понимаешь, что надо чаще общаться, потому что общение продляет нам жизнь. Так что их года – это не только их богатство, но и наши. Ведь это великий жизненный опыт и мудрость. Татьяна Шуляцкая. События и людям.